Проводить высокотехнологичные соревнования подводных роботов Аквароботех во Владивостоке уже почти традиция. Первый такой турнир прошел в 2018 на базе ДВФУ. Тогда участвовали 9 команд от разных вузов России. В этом году Аквароботех вернулся в дальневосточную столицу, но уже в нескольких вариациях. Сначала слезнулись инженеры и кодеры из вузов, после состоялся отдельный турнир. Официальная формулировка для представителей силовых ведомств. Однако среди участников все те же ученые, инженеры и конструкторы. Заметили и наших приморских. Они здесь, как оказалось, с особой миссией. К участию в состязаниях привлекли 19 команд, который представляет все флоты ВМФ России, Росгвардию, иные силовые ведомства, специалистов-разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов. Несмотря на всю серьезность, среди участников турнира по подводной робототехнике нашлись и те, кто не лишен чувства юмора. Как, например, этот парень из Института проблем управления. Их аппарат, который они привезли из столицы, он охарактеризовал точнее некуда. Кроме шуток, подводный робот из Московского института уникален для аквароботеха. В первую очередь своей универсальностью. Изделие можно управлять дистанционно при помощи контроллера, и в то же время аппарат способен переключаться в автоматический режим, что ставит его на голову выше большинства конкурентов. В целом, весь этап аквароботеха для силовиков стал скорее демонстрацией возможностей и разработок самых разных госкорпораций или смежных институтов, так или иначе причастных к применимым на практике высоким технологиям. Несмотря на то, что большая часть разработок позиционируется как продукция для военных, некоторые технические новинки, уверенные организаторы, найдут применение и в гражданской сфере. Это может быть охрана природных объектов или промысловых зон, что для Приморья особенно актуально. А может, будущее этих подводных машин изучать просторы Мирового океана. Евгений Черемхин, Евгений Апарин. Новости на восьмом.